Мы сегодня собрались по поводу возрождения одного из старейших, одесских, и не только одесских, но и на территории имперской России до 1917 года, так сказать, обществ, научных, которые в Одессе функционировали до 1917 года, до революции. Это было, наверное, самое мощное общество, которое существовало на постсоветском и досоветском пространстве, до 1917 года. Почему оно самое мощное? Потому что в него входили сведнейшие умы того времени, на которых мы, в общем-то, ссылаемся по сей день, а не Бехтерев и прочие, так сказать, калифеи нашей психиатрии, психологии, как бы глубинной психологии особо так. По сути своей, сегодня мы возрождаем остов психологической науки, как бы, нашего, как бы, государства. То есть, по сути, европейская традиция подготовки ученых, она базируется, строится на создании и активном функционировании так называемых научных сообществ. То есть, это и есть академическое сообщество в понимании европейцев. Это вообще одно из самых старых сообществ, которые когда-либо существовали в академическом мире. Сообществом, да, это два самых старых. Катографическому сообществу выступают в три года, по сути. Только в три года. То старше на три года всего лишь. В общем-то, для того, чтобы у нас возникло общество, нам необходимо, прежде всего, выбрать председателя этого общества. И, в общем-то, кроме САГИДХ, я иной кандидатуры не вижу, и поэтому прошу принять эту кандидатуру, как бы, вас всех, и за нее, как бы, проголосовать. Я передаю вам простые, как бы, управления, и доходим вас, как бы, руководство. Большое спасибо, коллеги. Спасибо за такую, не будет преувеличения, не будет какой-то высокопарностью сказать честь. Потому что это действительно честь, то, что сейчас происходит. И с Олегом Викторовичем у нас связывают отношения подлинного соратничества. Именно так. Мы единомышленники в самом, что именно изглубленном аспекте. И тот динамизм, та полнота, в которой вы реализуете этот удивительный, уникальный метод. Сейчас он называется метод живой истории. Есть метод академической истории, книжный. Есть метод живой истории. Когда историю изучают как реальность. Причем реальность не прошлая, а реальность настоящая. И вот как раз такой метод живой истории, он на самом-то деле является наукой, которой в академических учебных заведениях, особенно в наших, она давным-давно под невластным запретом. Психология и история. Именно так следовало бы называть вот этот метод живой истории. Когда мы изучаем не какие-то артефакты, когда мы изучаем не хронологию, не просто документы, мы изучаем людей, мы изучаем их личности, мы изучаем их психологическое состояние. Ну а если говорить эзотерическим языком, мы все знаем, что герметизм это очень серьезная и значимая для нас традиция, то мы изучаем эгрегоры. И вы, Олег Викторович, их не только изучаете, но и будете. Как бы сказали эзотерики, вы прикасаетесь к древним эгрегорам, пронуждаете их в жизни, и они начинают влиять уже на состояние современия. Следующей задачей в рамках нашего первого собрания, нашего психологического, психолого-философского общества, является избрание членов президиума. Итак, членов президиума традиционно в обществе такого порядка пятеро. И первая кандидатура, которая предлагается поддержать и проголосовать, является директор Академии ПСА Новоселова Алиса Геннадьевна. Голосовали единодушно и единогласно. Член президиума номер один. Следующий директор Академии прикладных наук, практикующий эксперт, психосомолок Валентин Геймданилёва. Директор научно-исследовательского института Международное судьбоаналитическое сообщество. Марина Николаевна Юж. Бесспорно. И наши дорогие коллеги из глубинной ассоциации ТИУРУНК, эксперты, практикующие психологи. Итак, кандидат Калинина Ирина Валерьевна присутствует с нами сегодня. Прошу голосовать. Единодушно и единогласно. Прежде всего хочется сказать действительно спасибо за огромную честь. Честь состоять при рождении, возрождении этого сообщества. Но что касается целей, то здесь, конечно же, первое, что возникает как некая мысль, это, скажем так, психологический феномен, который лежит в основе любого знания научного. По сути, это стимул познания. Вот то самое любопытство, которое толкает человека к изучению и пониманию чего-либо, чего он еще не знает или не понимает, где он ищет, собственно говоря, какие-то новые открытия. И говоря о неких целях, конечно же, не могу не согласиться с Виной, которая очень точно отметила, что мне кажется, одним из наиболее важных аспектов действительно является вопрос пропаганды вот этого любопытства. Но пропаганды не профанного любопытства, а того, что можно положить на некую методологическую основу. И, насколько я понимаю, любое сообщество как раз отличается определенной спецификой своего методологического подхода к научному знанию, понимания того, и как это функционирует, в некой определенной философской концепции, которая ложится в основу этого понимания, диаристическое или прагматическое, или синтетическое какая-то модель, которая фактически требует вот такого колледиального представления о том, что есть научное знание, какую методологию. Фактически мы выбираем в анализе и в понимании этого научного знания, а, соответственно, какую методологию мы пропагандируем как способ мышления, как то, что позволяет сохранить научное знание не в чисто академическом аспекте, а именно то научное знание, правильнее сказать, наверное, познание, которое соединяет в себе как натуралистические какие-то аспекты изучения, так, собственно, и идеалистические срезы мистического знания, и для того, что академическая наука, увы, нередко вообще не рассматривает как некое научное знание. А, соответственно, таким образом расширить границы и возможности не просто продвижения, а фактически поддержки тех изысканий, которые так или иначе, но во всевременном научном мышлении все-таки необходимы, и то, что наблюдается уже более 100 лет по всему миру, но, увы, очень плохо и очень скупо, я бы сказал, в отечественной науке, и не только наши, вообще по СМГ очень скупо принимается, чаще всего принимается откровенно в штуке. И мне кажется, что данное научное сообщество вполне может стать как раз тем протектором и поддерживающей организацией, которая будет не только способствовать пропаганде, но и откровенно поддерживать, расширять интерес к подобному знанию, к подобному синтезу знаний. Ну, а это, в свою очередь, естественно, должно послужить тому самому идеальному, наверное, по форме слиянию междуакадемической наукой и, ну, назовем это условно неакадемической. Ну, вот то, что он видится на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Ирине Валерье Калининой. Я быть причастна к этой инициативе и оказаться в таком степени единомышленников и активно участвовать в развитии сообщества. Мне отзываются все озвученные идеи и цели, и акцент именно на практическое применение научных знаний и расширение сферы, влияние сообщества на разных уровнях. Прекрасный президиум. Я думаю, что это национальная сборная украинской психологии, как бы она, 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 она как бы прекрасно справится со своими обязанностями в качестве членов музея управления этим торговым обществом. Вот. И нам нужно утвердить герб. Герб. Посмотрите все на этот. Семенов Ильич Анатольевич, два слова. Что собой представляет этот герб? Во-первых, в самом центре герба расположены песочные часы с улющейся спиралью. Песочные часы – это герметический символ, он соответствует первому закону герметики, что внутри, то есть наружу, тождественность микро-косма и макро-косма. Спираль, диалектическое спиральное развитие – символ индивидуации. Песочные часы находятся в треугольнике. Треугольник символизирует собой структуру человеческой индивидуации, то есть принцип человеческого пантогенеза, развитие отдельной человеческой личности. Аббревиатуры, которые стоят в вершинах треугольника – это три основных, ну это латинскими термины, три основных психологических процесса, три основных составляющих человеческой души – интеллект, чувство, воля. На заднем плане мы видим трилистник в обратном порядке, то есть вертикальная составляющая и гуя вправо и влево. Значит, это олицетворяет собой структуру филогенеза – развитие человечества как психологического феноменса. Буквы аббревиатуры означают следующее – архетип, традиция, современность. И вот эта вот светлая сфера и окружающая ее черная сфера – это один из базовых принципов научного знания как такового, который сформулирован в знаменитом парадоксе Зенона Иерейского. Меньше знает тот, кто знает больше, и наоборот. Больше знает тот, кто знает меньше. Парадокс следующий, что чем больше становится территория нашего знания, светлая окружность цимулизирует ее, тем больше становится наше соприкосновение с незнанием. То есть чем больше я знаю, тем больше я не знаю. И таким образом в этом парадоксе отражена вот эта перманентная мотивация к познанию, которая должна быть у ученых. Вот такой смысл нашего мира. Ну и, конечно, могу сказать, что это взаимоотношение с трансцендентом Эммануэла Канта, который говорил о том, что как только вы разрешаете трансцендентную предзависимость, точка трансцендента переключается как-либо дальше. То есть всегда существуют уровень, который можно мастерить. Сколько бы вы не знали, всегда останется столько же того, что вы не знаете. Все, тогда закрываем заеду. Все, первое заседание официально объявляется закрытым. Все спасибо. 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 Спасибо.